Всем привет, друзья! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов MAKIVAR.RU, BUDOCHIN.RU, BUDOBLOCK.RU, CORRECTURA.RU, DATARSHILOR.COM Сегодняшнее видео вот о чем. О борьбе. О борьбе за и борьбе против. Что же это такое? На самом деле очень многое зависит от того, какие мы себе ставим цели. Часто мы говорим о том, что мы ведем борьбу за здоровый выбор жизни, борьбу за здоровье, борьбу за, за, за и сопровождаем это какими-то позитивными вещами. За чистоту мы борьбу ведем, за искренность, за справедливость и борьбу. Понимаете? Получается очень плохая вещь. Борьба у нас ассоциируется рядом с тем, словом она идет, которое мы хотим получить. В итоге, для нутригрегорного такого мышления, когда важно правильное построение афраз, получается, что мы сочетаем слово борьба и то хорошее, что мы хотим с ней получить. В итоге получается, что мы с этим поборемся. Мы судьбе даем посыл на то, чтобы начать бороться. За, с, предлоги не имеют никакого совершенно значения для формирования мыслеформы. Если мы говорим, я хочу бороться за здоровье, это можно заменить, я хочу бороться со здоровьем и так далее. Понимаете? Поэтому надо бороться не за что-то, не за что-то хорошее. Если вы хотите бороться реально, бороться нужно с чем-то негативным. Вот, можно бороться с грязью, бороться с ленью, бороться с грубостью, это можно, да. Но бороться за что-то хорошее, не формулируйте себе такую мысль, забудьте даже как в таком направлении думать. Это неправильно. Это приведет к тому, что вы погрязнете в рутинную борьбу именно не за чистоту, а все будет противодействовать сам тому, чтобы было чисто. Это 100%. Это проверено, в том числе и на личном опыте. Стоит только изменить само мышление на позитив или, по крайней мере, на правильное построение самозадач, и получается все как надо. Поэтому, если вы хотите, опять же, получить что-то хорошее, не употребляйте с этим, вернее, с чем-то плохим, то не употребляйте слово «не». Например, «я не хочу, чтобы у меня были негативные мысли». В итоге получается, что это «не», оно ни на что не влияет. Вы по этому поводу можете много литературы прочитать. Как правильно формулировать, надо мысль строить и все такое прочее. Там об этом очень хорошо говорится, что вот этот посыл «не», он не влияет ни на что, и получается так. «Я хочу, чтобы у меня были мысли». То есть, вот это негативные. Поэтому это неправильное построение фразы. Вы должны строить фразы так. «Я хочу, чтобы у меня были позитивные мысли». Мне надо говорить, я не хочу, чтобы меня посещали мои враги. Надо по-другому. Я хочу, чтобы меня посещали только мои друзья. Вот это правильное построение фразы. То же самое, вот то, с чего я начал. Если вы правильно строите посыл, за что вы собираетесь бороться, вот ведь за что, то вы получите именно борьбу не за это, а против этого. Потому что вы делаете борьбу и то, что хотите получить. Вот так вот. Поэтому изменяйте мышление, изменяйте построение. И поэтому, когда вы собираетесь заниматься чем-то, идти на стадион, заниматься спортом, бороться с ожирением, вот, а не за то, чтобы похудеть, вот, тогда вы просто правильно формулируете мысль и получаете правильный результат. Это действительно поможет вам. Ну, а вообще, слово «борьба» всегда нацеливает вас на некое противоборство. О том, как уйти от противоборства. И делать органично все, без борьбы. Я запишу вам по этой теме в следующий подкаст. А пока попробуйте. Вот вам такое банальное задание. Каждый раз, когда формулируете себе какие-то мысли по поводу того, что вы собираетесь делать, то постройте свою задачу правильно, исключив из этой задачи слова «не». Если вы хотите убрать что-то негативное, то вот к этому слову применяйте слово. Это борьба. Если же вы думаете о позитивном, то не используйте с ним те слова, которые направлены на то, чтобы это не случилось. Вот так. Это очень важно. Ну что ж, все, давайте до скорой встречи. А у меня тренировка. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok